Здравствуйте, Вера. Добрый день. Как сейчас себя чувствует Надежда? Она уже привыкла быть голодной, хотя это, наверное, не с того, с чего надо привыкать. Но она рада тому, что уже скоро конец этого суда, который совсем не похож на суд. И скоро должны политики что-то предпринимать. Вот чтобы им было охотнее не забывать о людях, она собирается огласить сухую голодонку, сухой страйк. Это вообще без ничего, без жидкости. Сейчас она во время судовых заседаний употребляет пищу наподобие детского питания. Это вот три дня в неделю. А четыре дня она находится в СИЗО, там она вообще не ест. Пока так. Весь фактаж защиты на протяжении долгого времени судом к делу не подключается. Фактически отвергается. Это касается и истории с мобильным пеллингом, того, где, в какой момент находилась надежда. И, возможно, участие в вывозе Савченко в Россию экс-сотрудникам администрации Путина Карповым. И так далее. Что собирается делать защита дальше, когда ее фактически лишают права голоса? По-вашему, у адвокатов есть некий план «Б»? По-моему, нет. Адвокаты – это люди, которые должны и умеют работать в процессуальном поле. Даже если оно деформировано, как в России, я не думаю, что у этих людей они какие-то виртуозы, какие-то авантюристы. Они надеются на то, что мяч перейдет на поле политиков, дипломатов, и там уже будут о чем-то договариваться. Потому что, судя с того, как ведут себя судьи, суд не собирается быть честным. То есть вы утверждаете, что плана «Б» у адвокатов Надежды сейчас нет? На то, что я знаю от адвокатов, по моим оценкам, нет. Вообще, у Украины, как государства, по-вашему, есть некая четкая стратегия, понятная, для освобождения Надежды Савченко? Потому что складывается ощущение, что, да, власть помнит о Надежде, знает о том, что она сейчас переживает в России. Но все действия государства, они достаточно ситуативны и, я бы сказал, даже хаотичны. У вас нет такого ощущения? Ну, я с вами совершенно соглашусь, потому что на своей шкуре чувствую, как это. Поэтому нет определенного человека, который отвечает за кейс Савченко и остальных ребят. Сенцова того же. Ну, Сенцова, Кропюка, Клыха, Кольченко. Это, как минимум, та пятерка, которая есть все шансы. Власть, ну, она интересуется, поскольку народ интересуется, она должна интересоваться, чтобы рейтинг держать свой. И это понятно, это любая власть. И это порождает, а плюс еще в нашей стране, еще и реформы можно делать. Реформа – это всегда не совсем приятная. И это может породить недовольство народа. Поэтому там много других проблем. То есть вы говорите, что освобождение Савченко – это скорее, по-вашему, вопрос имиджевый для украинской власти, нежели стратегический, который находится в повестке сегодняшнего дня. Правильно я вспомнил? По-моему, по-моему, субъективному мнению, да. Мне ваше мнение интересно. На «Медни» Надежда написала письмо в редакцию интернета здания «Медуза». Но ответы на вопросы журналиста, как утверждает сама Надежда, пенитенциарщики не пропустили. И там же, в этом материале, на «Медузе» Надежда дает понять, что все ответы знает моя сестра Вера. Все информации располагаете вы. Вы можете нам рассказать, что в итоге цензура не пропустила? Я знаю этот диалог Нади с «Медузой». И, к сожалению, сейчас у меня нет этих ответов. Скорее всего, адвокаты забыли мне их передать. Ну, бывает такое. У нас такой единственный, более-менее надежный коридор без прослушки общаться с Надей – это через адвокатов письменно. И в силу занятости адвокатов они иногда забывают нам передать письма друг другу. Поэтому я сейчас не располагаю той информацией, о которой Надя написала «Медузе». Но я знала вопросы «Медузы». Я понимала, что они так чуть-чуть отличаются от «Лайф-ньюза» своими вопросами. Вообще странные были вопросы, мягко говоря. Поэтому я не понимаю, на что рассчитывали эти ребята. В начале года адвокаты Надежды говорили, чем хуже, тем лучше. То есть, мол, когда количество нарушений в суде превысит критический объем, то тогда голос мировых политиков, которые продолжают делать заявления о Надежде Савченко, и, собственно, протесты во многих странах, все это звучит громче. И в итоге заставит Кремль освободить Савченко. Мол, это может произойти уже даже в марте. Насколько такая перспектива реально, по-вашему? Ну, тут с адвокатами вот с этой фразой, чем хуже суд себя ведет, тем лучше для дела Савченко, я соглашусь. И, действительно, вот самый худший момент для суда на сегодняшний день, это то, что адвокаты споймали за руку следователя, который уже маншина, Диму, который должен был давно отойти от дела. Он сделал расследование и ушел. Но он почему-то сидел и суфлировал с лжесвидетелем со стороны обвинения. И его адвокаты сфотографировали, хотя они были уверены, что этого никто не узнает. И вот сейчас он вынужден был приехать, давать показания, почему, что он там делал, чего он хотел. Вот это очень плохое для суда. Ну, мы видим, как судья выгораживал этого маншина. Он снимал все вопросы, он говорил, это не относится к делу и вообще читайте материалы дела. Это там есть. Ну, это нужно, чтобы видел мир, понимал, читал как угодно, в комиксах, в отчетах. Это нужно доносить политикам мировым. И вот я обращалась к новому президенту Парламентской Ассамблеи Рады Европы. Я попросила его прислать на суды ихнего юриста, ну, чтобы тот зафиксировал конец судебных заседаний, написал свой отчет. Ну, Педро Аграмонт, по-моему. Но господин Аграмонт, он сказал, это не их традиция, это лучше через Раду Европы. Ну, вот такой первый отказ. Хотя можно было бы, да, чтобы мировые политики такого уровня получили информацию со своего, ну, с первоисточника. Ну, вот задача, как бы, донести то, что творит Россия. Все-таки перспектива разрешения истории Савченко в России, она может быть связана как-то с мартом, не знаю. Могут освободить в апреле. Как вы это оцениваете, эти шансы? Ну, я так шутя. Если сделать эмбарго на продажу нефти в России до освобождения Савченко, то она выйдет свободно завтра. Ну, этого вопроса не поднимается. Поэтому, когда, это для меня самый страшный вопрос. Есть найден адвокат Марк Фейгин, один из адвокатов. У него постоянно какие-то прогнозы, они постоянно меняются, но, может, ему что-то более известно. Я слышала информацию от моего президента, от президента Украины, что она будет свободна в травне, это май 2015 года. Так что, что же нет тут уже? Кого спрашивать, если мой президент ошибся? Спасибо за это интервью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...